Джайя Шивы Горг Шинадх Так, друзья, значит люди мне постоянно пишут на e-mail в личные сообщения на форум и задают очень много вопросов так много, что я не успеваю на все отвечать не потому что не потому что я не хочу действительно просто невозможно по времени просто нет на это никак возможности ответить так что просьба отнестись с пониманием и я так чувствую что многие люди просто думают что вот если у них есть свободное время то значит оно есть у других так человек устроен что он просто проецирует себя на внешний мир то есть какие у него проблемы такие проблемы он и видит во всех остальных понимание здесь очень актуально мне задают очень много вопросов иногда пишут личные вопросы но я их не буду наверное зачитывать может быть как-то в другой раз естественно без указания имен понимаю что лучше этого не делать и какие-то может быть вопросы вообще не стоит освещать на видео но некоторые наиболее важные я хотел бы осветить я вот тут выписал в принципе не важно кто это спрашивает потому что это касается всех как можно у вас получить посвящение как с вами встретиться значит по поводу посвящений посвящение это очень серьезный процесс и посвящение означает начало означает начало вашего духовного пути прежде чем думать о посвящении нужно подумать об очень многих вещах что оно означает ну то есть многие люди просто не понимают они вот думают а ну посвящение посвящением больше посвящением меньше посвятился и забыл потом может быть в других традициях и принято так делать в некоторых допустим традициях вот в буддизме там если ты получаешь посвящение и не практикуешь садхану то можно потом как бы заново посвятиться ну то есть посвящение считается как бы благой заслугой вот в нашей традиции если мы получаем инициацию получаем дикшу то это означает что то садхану надо делать надо практиковать то есть это определенные обеты и если человек их не соблюдает то то просто-напросто садхана может не работать что такое посвящение это санскара санскара означает ритуал который очищает человека то есть который в подсознании формирует определенную направленность скажем так позитивную или даже сверхпозитивную и это санскара она приводит к садхане то есть садхана это это инструмент это средство благодаря которому мы достигаем садхи или достигаем цели то есть если передается допустим мантра то мы эту мантру регулярно практикуем там есть очень много тонкостей как это все делать множество разных предписаний и садхи это обычное божество с которым связана данная мантра то есть мантра имеет садхи имеет цель а дальше когда мы достигаем этой цели мы обретаем ситхи ситхи это те качества которыми обладает садхи в данном случае божество то есть то на что мы совершаем дхьяну те качества мы и обретаем ну многое зависит также от глубины видения данного объекта и как вы знаете в индуизме очень много разных божеств очень много разных сил внутри которых присутствует абсолют присутствует высшее то есть высшее присутствует везде но вездесущие поэтому с одной стороны одна и та же практика она может иметь разные уровни и она может привести и к мокше может избавить от каких-то проблем вот это нужно понимать и опять же одна мантра одно божество может включать в себя связь с какими-то другими деватами параллельно вот поэтому очень много тонкостей которые нужно объяснять ученику и большинство людей просто этого не знают то есть они хотят побыстрее получить дикшу и сказать ну причин этому много и все их сложно перечислить там за несколько минут основные причины то что большинство разных школ которые представлены в социуме думают только о каких-то материальных своих целях и для материальных целей они очень упрощают они очень упрощают практику конечно конечно эти школы вроде бы на вид они просты и для обычных людей достаточно то чему не учат и дают простые объяснения мантр но для каких-то серьезных реализаций этого недостаточно и люди нас начинают автоматически сравнивать с этими школами мы нехалатно относимся к процессу обучения людей и поэтому соответственно мы нуждаемся в том чтобы люди также нехалатно относились к посвящению сам я не уверен что в ближайшие 2-3 года буду в России что я смогу приехать потому что сейчас я в основном бываю в Европе в Индии в других странах и может быть если у кого-то есть возможность приехать мы можем встретиться подробно все это дело рассмотреть но опять же это не значит что это происходит вот так вот встретились раз-два и готово и все человек ученик мы сейчас не заинтересованы в том чтобы знаете штамповать учеников так вот безответственно потому что я не желаю другим людям того что не желаю себе самому то есть то чему я посвятил свою жизнь для меня это очень важно для меня это священно и соответственно я так же отношусь к тем людям которые желают перенять это отношение у меня отношение к духовному пути поэтому конечно мы можем связаться там как-то через интернет через возможностей очень много сейчас когда есть интернет без разницы то есть хоть человек будет находиться там в Папуа Новой Квинеи мы все равно можем общаться там через скайп допустим вот но знаете я смотрю что это за люди а если это люди понимаете интернет это такая вещь и вообще жизнь сама что все люди приходят и они говорят что они вот такие все хорошие ничего плохого не делали вот ну вот у них там почему-то болезни есть там несчастья хронические какие-то по жизни вот но все никто ничего плохого не делал и с одной стороны сейчас у вас у всех есть интернет у вас весь мир на ладони вы можете выбирать можете общаться сейчас Россия открыта для других стран можете ездить куда хотите у вас большой выбор и какой смысл притворяться тратя время на какие-то пустые разговоры на попытку изобразить из себя не такого человека которым вы являетесь на данный момент то есть с одной стороны люди хотят встретиться пообщаться с другой стороны когда встречаются общаются начинаются какие-то совершенно ненужные попытки значит преподносить не то что для них самих актуально вот желательно чтобы люди были бескорыстны чтобы они приходили с чистой мотивацией без каких-то задних мыслей потому что вы знаете все очень хорошо видно сейчас такое время что все люди ни к чему не привязаны становятся все больше и больше при соприкосновении с большим объемом информации и поэтому все люди достаточно открыты внутренне и интуитивно все чувствуют все чувствуют с кем они общаются и обычно на человеке на его лице на его манерах написано его прошлое поэтому в общем-то желательно желательно я понимаю что у каждого есть свое очень личное какая-то своя жизнь что-то сокровенное но желательно если я с вами честен и открыт тоже быть честными открытыми потому что иногда я просто не хочу обижать людей и говорить пошел вон за чай какой мы джулик оказался и просто нахожу какие-то поводы с ним не общаться такие благовидные что допустим нужно писать какие-то статьи в журнал или еще что-то безусловно у меня конечно много дел но если если человек искренний и очень серьезно думает о духовной жизни я могу я могу допустим какие-то дела оттеснить и найти время без проблем если человек действительно очень искренний поэтому нужно как следует подумать прежде чем ставить вопросы посвящения я я не индийские гуру многочисленные которые думают о том чтобы приехать там на запад там остаться жить я уже на западе и у меня нет каких-то корыстных мотиваций то есть в целом я достаточно свободный самодостаточный человек вот и в принципе даже если вижу что человек мне предлагает какое-то служение помощь но при этом там какие-то корыстные мотивы то я не нуждаюсь в этой помощи в большинстве случаев люди приходят ко мне за помощью бытует такое мнение что помогать надо вот всегда но вы знаете не всегда вот если там к врачу приходит наркоман и говорит что дай мне наркотик иначе мне будет очень плохо и тяжело и так далее то есть не значит что нужно удовлетворять его значит ломки да потому что он дальше будет это употреблять и ему станет еще хуже в конечном счете будет очень тяжелый исход всего этого поэтому я мысли очень не шаблонно в этом плане кому как в какой степени можно помогать вот но не нужно думать что я такой вот жестокий терминатор и что во мне нет понимания какой-то человечности в отношении людей то есть во мне все это есть но конечно это не значит что там человечностью нужно злоупотреблять вот если у вас есть искренний интерес то есть мы можем общаться там через форум через email в общем вариантов очень много но я советую быть предельно искренним и некоторые практики они достаточно секретные то есть бывает так что из других школ ко мне присылают каких-то людей для того чтобы выведывать эти практики потому что сами люди они называют гуру но они или вообще в Индии не учились или учились очень мало вот но потом просто перенимают это у нас и выдают это за то что они якобы это получили где-то в Индии то есть я со многими общался в России и смотрел что они знают и понял что ну я не хочу хвастаться но на самом деле все-таки я там пожил немало и могу определить то есть определить уровень человека когда человек действительно учился он информацию выдает нестандартную о каких-то школах каких-то практиках и таких людей которые действительно чему-то учились очень мало поэтому есть те которые присылают людей в качестве якобы каких-то учеников на самом деле в общем-то не просто вы уже будут информацию раз а потом когда уже вытащат все что им нужно потом делают какие-нибудь провокации типа вот там с ума сошел посмотрите у них люди с ума сходят начинают изображать такой цирк делать ну вариантов-то много то есть знаете мир очень изощренный я просто могу долго это все перечислять но вы должны отнестись с пониманием что мы тоже очень осторожно относимся к людям которые которые не рассказывают свое прошлое вы знаете он же человек пишет в интернете в интернете все очень смелые то есть они могут там писать какие-то оскорбления в адрес кого-то когда их встречаешь в реальной жизни это совершенно другие люди они белые пушистые интернет это очень такая извращенная среда особенно когда человек что-то говорит или пишет под никами и что он там вытворял раньше это очень сложно сказать только лично его видя и были такие люди которые говорили что да нет я с этим никак не связан да как же так можно как можно обманывать потом выяснялось что вот так вот человек просто ну такой как сказать ему не отвечает за свои слова и для него солгать это нечего делать вот для того чтобы отсеивать таких людей от ученичества потому что ученичество это очень серьезная вещь мы вот собственно очень психологически подходим к отбору учеников смотрим кто это вот ну действительно мне задают много вопросов а вот почему там из-за таких вот должны страдать те которые которые действительно чистая мотивация но знаете чистая мотивация она становится видна по поступкам человека то есть поступки они всегда его выдают невозможно скрыть чистоту если человек чист и невозможно скрыть ложь ложь и несовершенство тоже поэтому есть очень много факторов которые мы учитываем если у вас есть какие-то несовершенства то есть в общении с гуру нужно быть честным вот я хочу получить следующий вот вопрос человек пишет я хочу получить кундалы в серьги как можно их получить у кого сколько занимает этот процесс дальше человек пишет про можно это все не зачитывать вопрос понятен насчет кунду во первых мы тут немножко переписывались с этим человеком понимаете это все очень серьезные вещи кунду нужно нужно учитывать очень много факторов в какой среде вы будете жить дальше если вы будете жить на западе вот у меня есть один человек который в америке да он работает в в одной компании где просто с кундовами нельзя показаться просто он потеряет работу там не принято это в России тоже тоже это очень тяжелая непростая тема насчет кунду это раз во вторых надо понимать кому дают эти кунду конечно вы получить их можете поехать в Индию можете все там получить в течение какого-то времени месяца двух трех наполучать всех этих санскар от разных гуру но если вы хотите просто для какого-то статуса ни для кого не секрет что наполучать дикш может любой человек и при этом он как личность может быть неразвитым и может быть человеком до которого к которому вообще как бы духовный путь совершенно ну если не безразличен то по крайней мере где-то так вот на втором месте или там на десятом или двадцатом не нужно думать что вот если вы получите что произойдет какое-то особое такое чудо нужно понимать символику этих кундал что это означает то есть фактически сейчас мы вот уже несколько лет распространяем традицию и вот как мои наблюдения показывают что все эти дикши нужно получать своевременно не надо их получать раньше чем вы готовы и не надо получать эти дикши от людей подозрительных в Индии которые которые вам могут дать их просто ради каких-то выгод могут и неподозрительные личности их передавать то есть просто в Индии некоторые гуру живут и они не думают вообще о том каково будет этому человеку потом на западе он живет в своей среде получил кундала ты садху ты махарадж махарадж там великий царь так оно и есть вы идете в Индии на вас все смотрят и к вам относятся с респектом не всегда иногда они сомневаются некоторые индусы что если иностранец что действительно он там но это выясняется в процессе личного общения но большинство все равно то есть посвященному в такого рода дикшу относятся с большим уважением и человек должен жить определенным образом вот на западе этого нет ну на западе может быть просто на западе как бы очень лояльно относятся к тому что ты принадлежишь там какой-то вере допустим в России пока еще постсоветское пространство еще не до конца изменилось то есть может быть новое поколение будет уже другим но еще пока наше поколение оно тяжело воспринимает сейчас православие очень стало продвигаться и ну слава богу появляются уже люди более адекватные то есть уже не клеймят там людей что вот они там сектанты и вообще это слово оно как знаете такое оскорбление воспринимается потому что в России долгое время всех религиозных деятелей и последователей обзывали сектантами поэтому то есть это обрело уничижительный контекст поэтому некоторые люди пытаются вот этим словом оскорбить других просто приклеить приделать к ним какую-то негативную энергию которая витает на постсоветском пространстве на самом деле православие это тоже секта это секта от иудаизма когда-то иудаизм точно так же появился откуда-то ничто не возникало на пустом месте секта это сектор деления любая религия это секта любая идеология все что можно поделить так можно называть я помню как-то мне ученики показывали в интернете кто-то написал это секта причем человек сам относился к гаудио вейшновизму интересно между прочим наша традиция она более древняя по сравнению с гаудио вейшновизмом прежде чем такие ругательства писать нужно просто подумать а кто ты на самом деле вот поэтому вообще конечно надо поаккуратнее с такими вот выпуливаниями бездумных каких-то слов с определенным таким злобным зарядом энергии потому что вам все может вернуться и всегда это все возвращается как бы люди себя не считали неуязвимыми такими хитрыми тантриками природу не обманешь можно обмануть какую-то группу людей но знаете люди умеют все чувствовать и в конечном счете они разберутся вот но это все вернется в конечном счете вот поэтому насчет кундал возвращаясь к кундалам я скажу что нужно уметь жить в этой среде то есть и махарадж это обычно ну кто принимают вот эти посвящения в Индии кто были основатели этих всех традиций надховских пандхов это были люди которые очень зрелые социально стабильные люди и это были различные короли какие-то бхартрихари такие как Чауранги Гопичан дхарма надх можно всех вспомнить и посмотреть их биографии то есть это люди не приходили за статусами они уже были в статусах в социальном плане поэтому они понимали ценность оставления мирского для человек не понимает то есть он конечно хочет получить эту саньясу я видел даже таких вот есть люди которые считают что наша традиция ничем хуже надхов ничем не хуже надхов и значит ну а кто такие вот эти надхи то есть они просто думают присылать кого-нибудь в Индию кто параллельно нам ну это глупо потому что мы уже разрослись достаточно сильно посвятить еще каких-то людей которые делали бы глупости допустим там занимались бы какими-то извращениями и так сказать все это открыто вот так вот демонстрировали и тем самым дискредитировать нашу традицию скажешь вот смотрите так легко получить в этом эти люди состоят в каких-то других организациях где эти вещи считаются нормальными и говорят что ну для нас нормальнее эти вещи делать и это скрывать вот и так сказать находиться как бы в рамках другой традиции они просто могут присылать таких людей для того чтобы они получили эти все чиро-дикши и прочее вот таких людей сразу видно таких людей они себя ведут совершенно неадекватно и наша надховская традиция точно так же как вот есть там христианская традиция католическая православная какая угодно я допустим тоже был крещен в детстве и я до сих пор питаю большой респект к православию ну вообще к любой религии в принципе я любую аутентичную религию очень уважаю и везде были там мистики люди которые достигли высокого духовного уровня вот но многие из нас были крещенными но это не значит что вот если мы посвящены там в православии все если человек какой-то оказался извращенец допустим там каким-нибудь серийным убийцей да это не значит что мы должны говорить что вот этот человек мы должны ему оказывать респект только на основании того что он тоже записался в нашу традицию то есть приделывался нам к духовным братьям все очень модно так тоже к какому-нибудь известному человеку приделаться в духовные братья то есть это меня всегда это смешило но нужно смотреть адекватно даже не значит если вы там посвятились буддизме значит вы там братья далай-лами то есть или там вы будете равными там садите анатхам потому что у него есть чиро-дикши у вас есть чиро-дикши то есть нет это ни о чем еще не говорит вот поэтому мы мы несем ответственность только за людей ответственных которые себя адекватно ведут и которые не устраивают шиизмы внутри нашей организации то есть не устраивают конфликт потому что есть такие люди которые специально за этим приходят вот мы сразу говорим кто кем является потому что когда я стал надхом и стал популярен в России многие обратили внимание то есть одни тянут свою организацию другие в другую если я им говорю нет мы сами по себе то сразу же возникает недовольство а мы новых надхов найдем пожалуйста если вы найдете новых надхов то предоставляйте какую-то новую информацию надхизме не копировать нас которую мы открыли выдавая за свои подвижничества якобы если вы посвящаетесь то будьте готовы к тому что вы должны учиться обучаться или если вы пришли в традицию то надо уважать своих предшественников так принято на этом вся традиция построена вот поэтому конечно же мы отметаем все интриги и прочее все что не связано с какой-то чистотой потому что чистота это критерий критерий того что вы действительно являетесь садаком практикующим вот желательно быть человеком мудрым повидавшим жизнь во всех ее вкусах горьких и сладких потому что у всего приятного есть и другая сторона поэтому это нужно все понимать и осознанно сделать выбор можно дикшуп учителя у кого-то из наших учителей тех кто уже утвердился в надхасам прадая и сами уже стали учителями или же можно в Индии но надо учиться как я уже сказал посвящайтесь не просто чтобы так формально получить посвящение потому что все знают это все не сложно сделать людей не обманешь хорошо почему в традиции пять гуру существуют такой вопрос нужно сразу сказать почему пять гуру гуру он один в традиции но это не повод это нужно правильно понимать это не повод знаете тут недавно вернее это уже давно началось то есть пытались плести интриги по поводу там гуру мне пытались приписать там не того основного гуру которым является у меня действительно мой главный гуру у меня есть веб-сайт дхарма надхи сейчас мы его переименовали надхас орг и там всегда у меня была гуру парампара там было указано кто мой основной гуру то есть под кем идет моя фотография всегда всегда был метлеш надх я это всегда четко обозначал и говорил это мой главный гуру он всегда им был и остается по поводу остальных гуру почему нужен основной гуру потому что он в целом направляет ваш путь но в традиции есть разные гуру которые дают разные садханы связанные с той или иной дикшей или же какие-то в традиции любая садхана подразумевает определенный образ жизни и гуру должен правильно это все передавать но не все гуру это так делают к сожалению однако мы будем ориентироваться только на хорошее но нужно это все понимать потому что как я уже говорил то есть вот там есть мусульмане есть православный да в целом допустим мусульманский мир да вы можете кого угодно встретить вы можете встретить очень набожных людей и людей сострадательных а можете встретить людей и воинственных и вытворяющих такие вещи что скверные да вот то же самое в любой традиции такое есть это жизнь потому что традиция существует внутри жизни и жизнь существует внутри традиции надо понимать вот и к этому спокойно относиться но есть люди которые на этом придут интрии там вот разные гуру то есть они там вот пытаются там какие-то конфликты устраивать вот ну кто это делает зачем это все понятно это все очень легко осветить на самом деле это элементарно все главное просто сказать как есть и все станет ясно вот разные гуру передают разные знания то есть они допустим один гуру учит как практиковать тапасию другой гуру учит как поклоняться богине шахте вот недавно там проходил шанкатхал церемония и многие мои ученики помимо того что у них есть инициации допустим чёти дикши от меня они получили еще посвящение у вилас надхаджи то есть некоторые чиру дикши у него получили сам я тоже являюсь учеником вилас надхаджи но я уже говорил что основной мои гуру метлешна то есть и поэтому разные гуру то есть есть еще гуру пхая да гуру пхая то есть это братья в традиции которые тоже обладают каким-то знанием и могут вам передавать то что известно для них то есть давать вам какие-то ориентиры вот мы так же почитаем и тех гуру которые невидимы для большинства людей это чаураси ситхи это горакшинадх то есть это очень важно потому что это дает правильный ориентир традиция громадная и сама традиция она является уже гуру но цель у нас какая цель достичь шуньи достичь состояния алак ниранджан алак виджняны или как угодно можно назвать парасатта высшее бытие самараси карана то как определяет вот и ну мало ли то есть всегда у нас бывает какой-то духовный опыт и бывает и состояние пустотности иногда в процессе садханы возникает нам нужно себя перепроверять то есть это должна быть адекватная пустотность то есть не просто какие-то там знаете состояние лунатиков то есть йога должна делать человека адекватным не человеком асоциальным вот поэтому да вот эта вся среда разные учителя разные практики это все поддержка для того чтобы достичь высокого уровня осознанности и таким образом вот это чистое знание оно освобождает от страданий шутха виде чистое знание так нужно ли при получении чира дикши а также чоти дикши оставлять семью становиться монахом значит воздерживаться от секса вот такой вопрос это вопрос который можно много освещать потому что если мы говорим об обычном сексе да то надо воздерживаться если мы говорим о практиках которые подразумевают трансформацию животных каких-то инстинктов грубых низменных то это другое дело это раз во-вторых есть как бы стандартная саньяса в Индии допустим в дашанами есть такие дандины да то есть они очень жестко относятся ко ко всему что связано с внешним миром и там железно нужно оставить все ни с чем не соприкасаться даже то есть они не соприкасаются с огнем потому что это атрибут греха то есть хома не делают то есть только все внутренней практики совершают это все очень непросто вы знаете я вот недавно посещал бехарскую школу меня приглашали мы так хорошо пообщались я немножко осветил традицию надхов все очень интересно ну и я узнал что на западе им очень тяжело при передаче вот там даже даже пурна саньяс там есть карма саньяс и пурна саньяс многим тяжело значит воздерживаться от половых инстинктов ну то есть им сложно их контролировать и многие все равно ведут семейный образ жизни я не ставлю таких жестких рамок для людей тем более вы знаете в индии семейная жизнь и не семейная жизнь связана со многими факторами то есть это связано с системой варн системой определенных практик которые связаны с готрой данного человека вот и если ты это все оставляешь то ты из одного общества переходишь в другое общество на западе всего этого нет все просто из одной веры переходите в другую веру или вы были вообще атеистом или коммунистом родились коммунистической традиции демократической какие там сейчас я уже запутался у них во всех неважно как это все называется но это не та же совершенно не та же поэтому в Индии для них это собственно переключение из одной духовной сферы в другую духовную сферу то из чего мы переключаемся это вообще как бы непонятно что поэтому я бы советовал вообще прежде чем принимать какие-то серьезные посвящения какие-то серьезные решения хорошенько ознакомиться с индуизмом и попрактиковать сначала надховские садханы живя семейной жизнью и опять же оставление это не значит негативно относиться к семейной жизни где-то я там вот видел в книжках одного индуистского религиозного деятеля я не буду говорить имя вот и он говорит что вот когда я смотрю на секс людей которые занимаются сексом или на семейную жизнь мне хочется плеваться там в общем но такая у него экспрессия я считаю что это нездоровое отношение потому что человек который принимает более высокий образ жизни по сравнению с другими людьми он должен понимать и помогать другим людям он не должен к ним относиться как какой-то садист и требовать от них таких вещей на которые они не способны он должен помогать советам помогать своей энергетикой передавая им шактипат должен их поддерживать потому что это люди у которых просто немного другая дхарма это все вот и есть надхи которые получают все эти дикши все равно остаются семейными и в непале но кто-то допустим обычно это люди которые очень сильно заняты допустим мне при моей занятости очень сложно там когда у вас очень много учеников и каждый день пишут спрашивают задают вопросы какие-то там личные проблемы в день большое количество естественно просто ни до какой личной жизни вся семейная жизнь это просто просто рушится ну вот у кого-то может быть и получается но кому-то не до этого всего потом понимаете есть партнеры которые могут не желать развиваться то есть они не понимают что у другого человека большие большие какие-то проекты большая занятость и при этом партнеры хотят чтобы там партнеры партнерши там как там это все называть то есть они просто хотят чтобы им больше всего уделяли внимание но при этом как бы не способствует тому чтобы вы занимались своими обязанностями как махараджи как учителя в таком случае действительно семейная жизнь она тяжела вот некоторые люди это понимают и они оставляют семейную жизнь но это на основе понимания на основе очень большого глубокого жизненного опыта это не произойдет вот с человеком который я хочу быть нет нет то есть это нужно время вот и потеря ведь энергии говорят что потеря энергии происходит из половых актов это не не только поэтому потеря энергии еще может быть и потому что вы прикованы каким-то какой-то сфере вам дается столько энергии сколько требует данная сфера если она у вас маленькая то соответственно энергия такая же если у вас большие задачи то вам свыше дается значит много энергии вот и поэтому брахмачария то есть брахмачария когда вы открываетесь для вот этой вселенской праны для вселенского брамана вы все ваши действия в соответствии с абсолют это брахмачария вот это определенный энергетический уровень ну конечно это если сказать в двух трех словах так как возможно учиться если гуру живет в индии а я в россии или гуру живет в другой стране но это написал один из моих учеников у которого два гуру я у него основной гуру но он еще посвящен у вилас надха джи гуру джи вилас надха действительно не всегда есть возможность хотя сейчас уже есть интернет и можно общаться не всегда есть возможность ездить в индию по финансовым каким-то причинам некоторых людей есть работа знаете многие думают что на западе жизнь такая очень чуть ли не райская люди очень много работают они очень заняты если не нашли хорошую работу а отпуск всего каких-то два месяца естественно очень сложно путешествовать много проблем где они живут могут быть это все понятно то есть со мной проще потому что я русскоговорящий то есть мы можем там созваниваться и общаться вот но это на самом деле на самом деле зависит от того я уже отвечал на этот вопрос зависит от того насколько вы серьезно относитесь к учителю насколько то насколько вы относитесь серьезно к учителю настолько он серьезно относится к вам тогда он вам сможет уделить внимание найти несложно несложно и у вас над же может с ним можно созваниваться общаться это не проблема вы понимаете если это разговоры ни о чем и человек только любит потреблять он никогда не помогает своему гуру тогда вот тут как-то один человек мне выдал такое что типа а гуру ни в чем не нуждается вот только ученик нуждается а гуру не нуждается как гуру ни в чем не нуждается если у него много учеников целая традиция и нужно ему помогать поддерживать традицию то есть гуру тоже воплощен в человеческом теле нет ну гуру должен быть какой-нибудь в тонком теле приходить бессмертный какой-нибудь махаватар являться знаете это все очень конечно весело вот говорить можно о чем угодно и дело даже не в том что гуру в чем-то нуждается на самом деле я мало в чем нуждаюсь но просто человек должен делать какие-то бескорыстные действия то есть он должен от него должна исходить от ученика должна исходить какая-то отдача поэтому да гуру прямолинейно говорит да что гуру надо помогать а что в этом плохого то есть или гуру это должен быть каким-то таким терминатором да работающим на батарейках там или вообще там каком-то вечном двигателе вот и ну хорошо но общайтесь с терминаторами то есть тогда не гуру не будет на вас тратить свое время и и вы тоже не будете с ним общаться поэтому это нужно в первую очередь для ученика ученик должен думать о том как он может помочь гуру ну и потом вы знаете чем более реализованный гуру реализованный йогин тем сложнее ему подобрать какую-то помощь это действительно так потому что вот я когда жил в Индии я долго думал как я могу помочь допустим гуру джи аведя надху или там адитя надху потому что все у него есть и большой храм есть и много последователей и многих политиков знает там в Индии каких-то людей с высоким социальным статусом ну что я могу для него чем еще могу ему помочь мне просто ну почитай горакш надху и все ну поэтому знаете когда такие люди говорят что там я сейчас буду вам помогать нужно отдавать себе отчет в том что если вы действительно хотите помогать то есть нужно понимать в чем гуру нуждается то есть иногда помощь нужна очень очень серьезная в том плане что с учитыванием очень многих факторов потому что это большая традиция и гуру решает очень большие дела и поэтому помощь должна быть такая где вы задействуете очень серьезно свой интеллект и тогда вы действительно как личности развиваетесь вот и это хорошо если у вас гуру такого уровня потому что даже просто попытка осмыслить вообще что нужно для гуру это уже развитие потому что вы уже себя как бы вы меняете свой менталитет вы меняете свое мировоззрение вы себя уже подтягиваете на такой и на социальном уровне более высоком более высоких и сознание ваше становится шире глубже вы начинаете по-другому смотреть на многие вещи поэтому даже просто попытка понять вообще что гуру нужно вот так как большинство людей очень слабы то есть это не совсем верно говорить так что гуру там действительно что-то нужно по большому счету нет не нужно но для ученика для ученика да если ученик это хорошо понимает и старается тогда действительно действительно можно вот смотрите в нем пробуждается какая-то чистая мотивация и гуру обращает на него внимание и что он какими-то незримыми путями он поддерживает вот эту чистоту ученике это происходит незаметно это сложно дать объяснение как это все происходит а если в человеке негативные какие-то мотивации гуру это поддерживает ну то и гуру начинает падать потихонечку и ученик и вообще вся школа скатывается поэтому это очень важные вещи вы должны это все понимать вот вот в общем-то что я хотел бы сказать надеюсь это даст пищи для размышлений и моим ученикам многим и для тех кто думает о инициации в будущем вот ну даже для тех которые просто собираются ехать в Индию искать настоящих учителей и серьезно развиваться хорошо спасибо спасибо спасибо